Уважаемые участники Олимпиады, хочу вас всех поздравить с выходом в полуфинальную часть. У нас такой олимпийский принцип. Квалификацию вы прошли, это замечательно. Ну и вот впереди заключительный тур, состоящий из полуфинала и уже совсем финальной части. Туда попадут уже лучше из лучших. Значит, сегодня мы хотели поговорить о том, на что, наверное, стоит обратить внимание при подготовке вот к этому заключительному туру, состоящему, как я уже сказал, из полуфинала. Это то, что вас ожидают в самом ближайшем будущем, ну и, соответственно, уже и к финальной части. Значит, наш полуфинал, он, в отличие от отборочного тура, он построен несколько иначе. То есть, фактически речь идет о решении такой, ну, по сути, задачи, максимально приближенной к тем практическим задачам, которые возникают при разработке, проектировании разработки и там последующем внедрении. Корпоративных информационных систем или иногда их называют систем автоматизации того или иного класса. Это хорошо коррелирует, по сути, с теми задачами, которые решаются в повседневной практике, ну, по крайней мере, многих компаний, первую голову, конечно, IT-компании, да и не только. Вот и, так сказать, наш генеральный партнер по направлению бизнес-информатика, банк ВТБ, он, так сказать, как раз обращал наше внимание на то, чтобы задачи были, так сказать, ну, как-то вот такие практического свойства. И относились как раз к области задач, связанных с проектированием, разработкой, внедрением информационных систем, ну, естественно, различного, так сказать, различной сложности и различного назначения. В этой связи все задания полуфинала, а их всего пять. Вот, вот время выполнения 360 минут, то есть, в общем, достаточно, ну, такой большой, большой временной слот отводится для решения этих задач. И, по сути, вот эти задания, они, они, по сути, так сказать, будем так говорить, охватывают, ну, или мы пытались сделать так, чтобы они охватывали практически все вопросы, связанные с жизненным циклом информационной системы. Вот, поэтому первые, так сказать, вот такие, первые задания, они будут касаться начальных этапов, то есть, таких, того этапа, который связан с анализом требований к информационной системе и, так сказать, начальным таким моделированием возможной функциональности. Ну, и, соответственно, и бизнес-процессов, конечно. Вот, в той или иной степени это необходимо будет сделать. Следующая группа заданий, она связана уже, так сказать, непосредственно с задачами проектирования архитектуры информационных систем. И, понятное дело, что, так сказать, мы обращаем ваше внимание, что такие вопросы проектирования, безусловно, реализуются с использованием кейс-средств. При этом, так сказать, необходимо будет проанализировать те ограничения, которые вносят, собственно, и будущим использованием этих, этой информационной системы или, так сказать, элементов информационной системы и теми ограничениями, которые будут касаться и функциональности, и нефункциональных требований. Еще одно задание, оно в большей степени относится, наверное, к тому, каким образом можно будет использовать эти информационные системы с точки зрения тех данных, которые, так сказать, эта информационная система хранит и соответствующим образом обрабатывает. То есть, это уже, ну, такие элементы того, насколько результативно будет ваша спроектированная вами информационная система. Но и любая, как любая информационная система в современном мире, она должна быть надежно защищена, и поэтому еще одно задание, оно будет касаться технологии защиты информации вот в этих информационных системах. То есть, таким образом, несмотря на то, что здесь вот четыре таких буллета, да, но заданий пять, просто, так сказать, фактически там два задания соединено, например, в одно то, что связано с проектированием. Каждое из этих заданий оценивается одинаково, в 20 баллов, и тем самым при всех выполненных заданиях максимальную оценку, которую вы сможете получить, это 100 баллов. Теперь непосредственно о кейсе. То есть, вот, как я уже сказал, постановка задачи, она, по сути, во всех, и для бакалавриата, и для магистратуры, она, ну, по сути, одинаково, да, вот, с точки зрения кейса, да, то есть, это, речь идет о проектировании системы автоматизации или корпоративной информационной системы каких-то, некой предметной области, вот, и в рамках вот этого кейса, фактически вы получаете некоторое, ну, такую выжимку, наверное, так можно сказать, выжимку из технического задания на проектирование и разработку вот этих информационных систем. То есть, фактически у вас в самом кейсе вы увидите, что там есть некая, ну, довольно, так сказать, такая общая, недетализированная, конечно, характеристика, собственно, самого объекта автоматизации. Это то, как, по сути, может выглядеть и выглядит на самом деле этот раздел, собственно, в техническом задании, который формируется на основании, там, ГОСТов 3419. То есть, есть вот такое некое текстовое описание этого объекта автоматизации. Кроме этого, могут быть приведены либо сами функции, которые должны быть реализованы, либо требования к тем функциям, которые, по сути, к функциональности той системы, которую должна система реализовывать. То есть, это фактически некая такая вторая часть технического задания, которая формулируется, опять же, в соответствии с ГОСТом 34, 34 серии, формулируется как требование к функциям системы, да, или функциональности, другими словами. В этом смысле, в этой части кейса, помимо, там, где-то, может быть, перечислены, там, основные бизнес-процессы, где-то это могут быть действительно, ну, некоторые, так сказать, такое, опять не детализированное, далеко не детализированное описание функций, которые мыслится реализовать в этой системе. То есть, это сродни, ну, таким вот пользовательским требованиям. Ну, и, безусловно, будут указаны те участники или роли системы, которые в рамках вот этого кейса выполняют те или иные описанные функции. То есть, вот таким вот образом сформулирован кейс. Еще раз подчеркиваю, что, безусловно, ну, в силу того, что у вас, так сказать, немного времени, такое, такое описание, оно не, ну, не очень, так сказать, подробное. Вот, могут, так сказать, там, какие-то детали быть опущены, но общую канву требований, так сказать, и структуру и особенности объекта автоматизации из них можно увидеть. И мы считаем, что, в общем, того, что описано в кейсе, будет вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, реализовать те задания, о которых вот сейчас мы уже более подробно на них остановимся. Поэтому в этой связи, поскольку первая часть задания, в смысле первая часть или первые задания, которые относятся непосредственно к анализу требований, к определению там функциональности и таким начальным этапом проектирования, вот на них остановится мой коллега Сергей Александрович Сласников, поэтому я передаю ему слово. Сергей. Да, спасибо, Александр Владимирович. Так, я тогда сейчас переключу презентацию на свою. Секундочку. Так, должна была переключиться. Надеюсь, что все переключилось. Ну, я, по крайней мере, вижу. Хорошо, отлично. Так, ну, давайте я расскажу вам про то, что предполагается от вас в заданиях. Я, ну, прежде всего, наверное, остановлюсь на заданиях 3-4 в большей степени, хотя частично из того, что здесь написано, на самом деле, относится и к заданию 1, да, в части там построения диаграмм бизнес-процессов, анализа требований и так далее. Ну, давайте сначала поговорим о том, что касается части, связанной с проектированием информационных систем, о чем написано было в спецификации. Значит, ну, чтобы было общее понимание того, о чем мы говорим, что мы понимаем под словом проектирование, да, значит, под проектированием мы понимаем, значит, фактически процесс разработки архитектуры, программной архитектуры системы, которая представляет из себя набор некоторых компонентов, чаще всего логических сейчас мы будем говорить, физические, в принципе, тоже. Может быть, мы говорим прежде всего обычно про логическую архитектуру. Вот. И то, как эти компоненты в рамках единой системы связаны между собой. Ну, вот для примера, там, несколько известных видов архитектур, которые исторически сложились. Локальная архитектура, серверная, клиент-серверная. Я, наверное, вот несколько просто картинок изображения архитектур продемонстрирую. Вот, например, архитектуры, ну, например, для какой-нибудь системы типа чата, где взаимодействие может происходить напрямую между двумя пользователями через сеть. Значит, ну, вот, например, можно сказать, что это логическая архитектура некоторого другого вида, где клиент взаимодействует уже с некоторым сервером, да, то есть принципиальная разница двух этих... Вот архитектура состоит в том, что фактически в первой у нас не было ничего, что связано с каким-то отдельным сервером, на котором происходили какие-то вычисления, и клиенты между собой общались, ну, скажем так, напрямую. Вот здесь вот клиент общается с некоторой системой, сервисом, приложением через сервер. Следующий пример архитектуры уже какой-то, ну, скажем так, более детальный, который раскрывает какие-то подробности устройства самого сервиса или информационной системы. Вот так называемая трехзвенная архитектура, где есть вот три слоя. Клиентский слой, на котором есть интерфейс пользователя, который может быть реализован в виде веб-интерфейса, десктопного приложения. Это на самом деле совершенно неважно. Вот. Некоторый слой логики, с которым, так называемый бизнес-логики, с которым взаимодействует этот сервис путем, так сказать, отправления некоторых запросов и получением ответов. И слой данных, где, собственно говоря, размещаются и хранятся данные нашей системы. Я вот обращу внимание, что если мы бы рассматривались с физической точки зрения, то вот, например, последние два слоя, они, очевидно, могут быть вообще на одном физическом сервере размещены. Но логических слоев, очевидно, три. Ну вот пример уже такой чуть более сложной и разлапистой архитектуры системы, которая состоит не только вот из сервера приложения в центре, который описывает, на котором реализована бизнес-логика, и сервера базы данных, фактически на котором хранятся данные, но еще и присутствуют серверы, RTP-серверы, которые нужны для обмена, хранения файлов, и какие-то конечные, скажем так, точки, с которых стекаются данные. Вот это тоже пример архитектуры. Все это архитектуры, обратите внимание, они немножко различаются не только потому, что эти сами все архитектуры разные, но и, можно сказать, по степени детализации. Обычно мы стараемся в заданиях формулировать задания так, чтобы была понятна, ожидаемая от вас степень детализации архитектуры. Важный вопрос. То есть архитектур можно, очевидно, нарисовать много, но мы же будем оценивать, что вот какую-то мы будем оценивать, что она хорошая какая-то, не очень хорошая, какая-то откровенно плохая. Поэтому разумный вопрос, который возникает, а как, собственно говоря, оценить? Вот. То есть по каким критериям можно оценить качество архитектуры? Вот. Ну, вот здесь я выделил три основных направления, наверное, в порядке, скажем так, как приоритетов с точки зрения этих оценок. Первое – это насколько эффективно поставленная предложенная архитектура выполняет поставленные задачи. Вот. Здесь есть, как бы, на самом деле, несколько аспектов. Первый аспект, что она, в принципе, способна, предложенная архитектура, вообще выполнить то, что необходимо. А вторая история еще, на самом деле, то, насколько она подходит, ну, например, чтобы не было ситуации, как говорят, в простонародье стреляем из пушки по воробьям. Да. То есть что если мы делаем какой-то не очень высоконагруженный сервис, а в архитектуру закладываем суперкомпьютер какой-нибудь, то это кажется достаточно странным. Вот. Поэтому здесь надо смотреть на такое соотношение баланса тех технических ресурсов, которые будут тратиться, с тем, насколько эти ресурсы действительно адекватны, поставлены задачей. Следующая история, это, то есть следующий критерий возможный оценки качества архитектуры, это ее масштабируемость. Значит, под масштабируемостью здесь можно, на самом деле, понимать несколько. Вот здесь написано про масштабирующую, такую, скажем так, функциональную, то есть когда мы можем безболезненно, ну, я не знаю, подключать какие-то новые модули, и архитектура позволяет делать, не перекраивая ее целиком. Но в том числе и к масштабируемости относятся и вопросы, связанные с масштабируемостью нагрузки. Ну, например, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда изначально наша система рассчитывалась на 100 пользователей, которые будут идеаломентно там работать, а потом, я не знаю, компания по какой-то причине там укрупнилась, с кем-то слилась совместно, и пользователей стало не 100 тысяч. Да, насколько эта архитектура масштабируема, когда это потребуется, в тот момент, когда это потребуется, для того, чтобы, на самом деле, тысяча пользователей тоже могла в ней работать. Ну, и последний критерий, которым я здесь хотел сказать, это гибкость. Под гибкостью здесь понимается то, насколько мы можем вносить изменения в какие-то ключевые, скажем так, алгоритмы, или насколько мы можем, скажем так, какие затраты с точки зрения проектирования, разработки, перестроения от нас потребуются, если, ну, я не знаю, у нас там какие-то бизнес-процессы каким-то образом изменятся. Вот. Это что касается архитектуры, но вот по этому в демо-версии, мне казалось бы, был достаточно такой вполне понятно описанный пример. Вот. А вот то, что вызвало некоторые вопросы и обращения на почту, к нам поступали, это по поводу задания четвертого, связанного с методами технологий обработки и анализа данных. Значит, вот демо-версии, выложенные на сайте, в явном виде про это ничего не было сказано, об этом было сказано в спецификации, поэтому давайте я на этом остановлюсь немножко поподробнее. Значит, о чем здесь идет речь принципиально? Ну, я думаю, тематика анализа, обработки данных, она вам наверняка понятна, зачем вообще технологии нужны и так далее. Вот. Что здесь ожидает от вас? Значит, ну вот, мы ожидаем от вас владения, скажем так, методами, методами с точки зрения, ну, не прям детального их, может быть, применения, но с точки зрения понимания того, какие методы вообще существуют, в чем особенности этих методов и, ну, какую выгоду из применения тех или иных методов можно извлечь, вот, в частности, в области бизнес-матоматики. Ну, вот здесь перечислены такие, наверное, основные методы анализа данных. Обратите внимание, что эти методы в общем случае могут решать как одинаковые, так и разные задачи, то есть в области анализа данных существует некоторое количество типов или классов задач, которые, ну, скажем так, наиболее, наиболее востребованы. Вот. Первое, вы должны ориентироваться для того, чтобы успешно выполнить это задание вот в типах решаемых задач. Ну, вот фактически то, что представлено, вот те разделы, которые представлены в списке на слайде, там, кластерный анализ, факторный, корреляционный, регрессионный и так далее, это как раз и есть про методы. Важная, собственно говоря, следующая характеристика, ровно по аналогии с предыдущей тематикой, состоит в том, что как оценивать качество этих методов. То есть точно так же, как я говорил, что архитектуру можно оценивать по каким-то критериям. И вот, когда мы применяем какие-то методы анализа данных, мы на самом деле тоже можем понимать, а насколько вообще там они успешно были применены или неуспешно, какую делать вывод на основании этого, какую выгоду мы можем из всего этого извлечь, а в некоторых случаях никакую на самом деле извлечь не можем. Ну вот, опять же, для различных типов задач используются различные метрики, то есть фактически критерии качества решения задач. Ну вот, в частности, например, я привел для задачи построения задачи регрессии вот несколько таких самых-самых популярных метрик. Я, ну, наверное, поскольку у нас такой вебинар не в формате курса по анализу данных, поэтому я тут никаких формул специально писать не стал. Вот. Ну, вы их легко найдете, и, наверное, даже напрямую какие-то знания этих формул от вас не требуются. Здесь существенно важнее понимание того, ну, в частности, например, когда какую метрику лучше применять, когда хуже. Ну вот, наверное, на следующем слайде. Например, для другого типа задач, например, для задачи классификации это, наверное, ярче будет видно. Ну вот, в частности, на примере задачи бинарной классификации, когда мы все хотим разделить на… У нас есть два там класса, и мы хотим понять для каждого объекта ответить на вопрос, к какому из двух классов он принадлежит. Вот есть там, значит, такой набор, стандартный набор методов. Вот. И, ну, здесь написано, там, продемонстрированы там формулы, по которым они считаются. Эти метрики имеют некоторый разный смысл, ну, в зависимости от специфики задачи. Ну, наверное, чтобы было понятнее, могу привести какой-нибудь простой пример. Ну, предположим, если мы хотим решить задачу выдачи кредита, то вот в системах скоринга фактически используется та самая модель, которая фактически все заявки делена на два класса. То есть задача бинарной классификации – либо выдать, либо не выдать. Вот. Очевидно, что у любой такой системы существуют ошибки. То есть, может быть, тому человеку, которому на самом деле бы выдать бы стоило, ему отказали, а тому, которому не стоило, ему одобрили. Ну, вот там, в статистике это называются ошибки первого и второго рода. И в зависимости от специфики конкретно используемой системы надо понимать, например, что какие-то ошибки могут быть критичнее, и нужно минимизировать, например, ошибки первого рода, то есть ошибку. То есть, случай, когда мы отказываем человеку, а на самом деле этого делать не надо было, можно было бы одобрить. Или, наоборот, обратную ситуацию. Ну, вот в случае с банковским скорингом, ну, можно, наверное, говорить, что от этого решения, ну, оно вряд ли повлияет на, не знаю, чуть-чуть жизнь. А вот представим себе, что если ту же самую историю мы возьмем в применении, не знаю, в области медицины, значит, где какой-нибудь робот, который делает операцию, принимает решение, то вот там соотношение того, какие ошибки чувствительные, то есть очень критически важные, а какие чуть менее важные, оно совершенно другое. Вот. Значит, и вот ориентироваться в этих метриках для задач анализа данных, собственно говоря, на это в том числе и нацелено четвертое задание. Ну, и напоследок я бы хотел просто некоторые, так сказать, инструменты, которые Александр Владимирович про какие-то сказал, про какие-то еще скажет, но которые вам там помогут, может быть, рисовать, визуализировать, значит, ваше решение. Здесь вполне как бы стандартный набор с точки зрения рисования там всяких диаграмм, в том числе бизнес-процессов и там UML-диаграмм. Удобным, на мой взгляд, инструментом является, ну, раньше сервис назывался Draw.io, сейчас он там называется AppDiagrams.net. В общем, его можно в Гугле себе подключить аналогично, как Гугл-документы. Вот. Аналогичное решение от Microsoft, доступное Microsoft Visio, ну, и, в принципе, средства, там, любые рисования, которые есть в офисных пакетах, они на самом деле тоже подходят. И последнее, о чем я еще не сказал, это про, да, я сказал про методы анализа данных, о которых идет речь. Дальше, что важно понимать, это описание того, какую пользу вы можете из этих методов извлечь. Первое, то есть фактически вот это вот, ну, про что вы это делаете. И здесь еще, ну, важный вопрос, это нужно вот оценивать, то есть когда вы посчитали каким-то метриком, который я, например, сказал ранее, качество того, что получилось, можно говорить. А вообще можно вот такую модель, не знаю, внедрять. Ну, например, если наша скоринговая система принимает решение, а ошибка у нее получается 50%, в общем-то, наверное, она достаточно бессмысленная, и от ее внедрения мы никакого толку не получим. Вот. Ну, 60 вроде бы как уже лучше, да, но еще при этом нет. Вот где-то аграми, например, да, где такую систему имеет смысл применять, 80%, 90% и так далее. Вот. Нужно уметь обосновывать свою позицию в выставлении таких крайней, возможно, подкрепленных какими-то расчетами, экономическими или какими-то еще. И последнее самое вот в рамках части, которая касается анализа данных, касается того, что... Тут еще речь идет в спецификации и про инструменты. То есть, фактически здесь речь идет о том, о какие инструменты современные для решения вот этих задач анализа данных в общем случае вы знаете и можете использовать. Ну, то есть вот аналогично как для того, чтобы рисовать какие-то бизнес-процессы, можно использовать вот такие-то, такие-то кейс-средства, а для того, чтобы провести анализ данных, не знаю, решить задачу классификации или регрессии, можно использовать такие-то и такие-то средства. Вот владение этими средствами тоже ваши компетенции в этой области предполагаются проверять в четвертом задании. Так, вот, наверное, у меня все. Я сейчас вижу там два вопроса. Да, Сереж, смотри, тут вот первый вопрос, который сформулирован таким образом. Судя по демо-версии бакалавриата, правильно ли я понял, да, что судя по демо-версии бакалавриата, задание аналогично заданиям полуфинала прошлого года различия только в кейсах, то есть будет немного другая предметная область. Если же есть различия, озвучьте их, пожалуйста. Да, ну, смотрите, я вроде попытался частично на этот вопрос ответить в процессе своего рассказа, но на самом деле, если честно, мне вот такая постановка, наверное, была бы корректной, если бы мы, я не знаю, вы бы там какую-нибудь, я вам выдал бы всем домашнее задание в рамках учебного процесса, да, но когда речь идет об Олимпиаде, да, вообще смысл Олимпиады – это решение, ну, скажем так, не шаблонных заданий, да, поэтому здесь нельзя говорить о том, что есть какой-то строгий шаблон, в который там мы должны, например, вписаться. Фактически мы вот вам говорим о том, что знания и навыки чего мы у вас хотим проверить. А вот рамки этого там шаблона, как бы, ну, в рамках Олимпиады вообще спрашивайте, ну, абсолютно бессмысленно, ровно потому, что Олимпиада, само по себе по слову, это не шаблонный слой. Вот. Поэтому, как бы, тематику я озвучил. Да, с демо-версиями, как, наверное, если вы вот смотрели и слушали то, что я говорил, отличие, ну, как минимум, точно есть принципиальное по четвертому заданию, где я тоже, я вот перехожу практически к следующему вопросу, который я вижу про, значит, интерфейс, как демо-версии. Вот в прошлом году в рамках четвертого задания мы проверяли, ну, что-то про, связанное с интерфейсами. В этом году мы немножко пересмотрели этот подход, обновили спецификацию, и вот я вам ровно сейчас рассказывал, что в рамках этого четвертого задания будет проверяться. Вот. При этом, ну, на самом деле, умение проектировать интерфейсы, компетенции, оно фактически тоже входит в тот круг компетенций, который вот там на самом первом слайде своей презентации, вот на этом отражу. Вот. Да, это и про требования, там, к программному обеспечению, это и про построение всяких, там, пользовательских сценариев. Это же тоже можно сказать, что это про интерфейс в каком-то виде. Поэтому ориентируйтесь, прежде всего, на спецификацию, да, больше, чем на дмаверсию. Я бы, наверное, даже сказал так. Ну и, собственно говоря, вот на этом мероприятии, да, вы как раз можете вопросы, касающиеся этого, задать. Но я еще раз, последний раз скажу, что Олимпиада не шаблонная история. Вот. Так, я вижу, сейчас еще один вопрос появился. Сейчас прочитаю. Я вообще не очень понимаю, что это. Ну, да, я чувствую себя немножко попугаем. Ориентируйтесь на спецификацию. Давайте, давайте я скажу так. Демо-версия, она на то и демо. Она не дает строгие шаблоны, рамки. Это пример их заданий. Ну, возьмите там, блин, любую Олимпиаду, посмотрите там, не знаю, задачи Олимпиады прошлых лет. Вот если они там были про, я не знаю, что-нибудь там в области неорганической химии, ну, они и будут на следующий год тоже в области неорганической химии. Но какие там используются соединения, связи, валентности, вам никто не скажет заранее. Вот мы здесь ровно в такой же ситуации. Я вижу еще один вопрос, связанный с нотациями для построения архитектуры. Задание три бакалавриата. Ребята, я по поводу нотации скажу следующее. Во-первых, внимательно читать задание. Фактически, возможно, два варианта. Либо в задании явно указана та нотация, у которой от вас ожидается ответ. Ну, я не знаю, смоделировать на языке UML, UML-диаграмму построить. Ну, понятно. Если этот ответ, ну, если требование к нотации явно не прописано, то, да, вы можете использовать любую нотацию. Действительно хорошо, если вы обоснуете, почему вы использовали, какую нотацию вы использовали, это вообще прекрасно. Я бы так это формулировал. Так, ну, если вопросов по этой части нет, тогда я, с вашего разрешения, перейду к следующей группе наших заданий. Это, да, вот, это то, что связано, собственно, с проектированием, ну, так, в широком смысле информационной архитектуры, информационной системы, ну, а в более таком узком смысле, да, это то, что связано уже с проектированием базы данных, ну, и, соответственно, некоторой демонстрацией, наверное, так правильно будет, работоспособности, собственно, самой вот этой модели, а такая демонстрация, она может быть осуществлена путем формирования неких запросов и, соответственно, демонстрации того, тех результатов, которые получаются в ответ на, так сказать, вот, предлагаемые вами вопросы. Поэтому с этой точки зрения. Значит, по сути, вот в самом задании реализуется несколько, ну, таких, несколько подзадач, что ли, я бы так это назвал. То есть, первая подзадача, это, собственно, связана с проектированием базы данных, и, естественно, мы здесь говорим относительно схемы базы данных в виде ER-модели, при этом просим, чтобы вот к этой схеме, вами, так сказать, нарисованной, были даны некие пояснения. При этом, собственно, пояснения, они, ну, вот, вы здесь видите, они предполагают некоторую такую структурированную форму. Там, где вы просто, так сказать, называете таблицу, хорошо бы было, так сказать, ну, чтобы либо из той мнемоники, которая, так сказать, выбрана будет вами, было понятно, что же это за таблица и какую сущность она представляет. И, соответственно, сформулировано вот в рамках этой таблицы типы атрибутов, там, ограничения, ну, и, возможно, даны какие-то пояснения по данным атрибутам. Соответственно, в этом же, здесь же нужно понимать тогда, какое средство вы используете. В задании мы, наверное, тоже надо смотреть задание. Там, возможно, будут, ну, какие-то указания, может быть, нет, я сейчас точно уже просто не помню. Но в любом случае, если вы будете использовать некие кейс-средства, которые позволяют переходить, да, от, скажем, одной модели к другой, вот как спрашивает наш участник, нужно построить физическую или логическую модель базы данных. Безусловно, логическая модель базы данных, там, где вы не привязаны к конкретной, конкретной СУБД, она, конечно, предпочтительна. Вот, то есть это будет означать, что потом на основе, так сказать, вот той логической модели, которую вы построите при выборе уже конкретной СУБД, которую, с помощью которой вы будете реализовывать это, ну, соответственно, у вас появится и физическая модель. Если уже, так сказать, понятно, какая, с помощью какой СУБД вы будете это реализовывать, а это станет понятно, исходя из того, что у вас сформулирована конкретно вторая часть задачи. То есть вот в этой части мы просим вас реализовать эту базу данных с использованием Скеллайта. Вот. И, собственно, именно там, с использованием, значит, вот этого, этого движка вы фактически реализуете, собственно, свою базу данных, наполняя ее данными и выгружаете, на самом деле, дамп своей базы данных. Для чего это делается? Ну, естественно, с целью того, чтобы проверить, насколько те запросы, которые составляют, собственно, третью часть вашего задания, насколько они реализуемы. То есть вот в третьем такой части этого задания сформулированы некие отчеты, так называемые. То есть, по сути, это то, что пользователи и просят от информационной системы. То есть они не говорят языком, естественно, там, SQL-запросов, а говорят, вот нам нужно получить список пользователей, которые там какие-то там заявки отправили в течение там некоего периода. Мы с вами понимаем, что речь-то идет, на самом деле, о формулировании, в соответствии вот с этой вербальной постановкой, о формулировании некоего запроса на языке SQL. При этом, и в спецификации там вот это указано, в самом задании этого не будет. Я сразу оговорюсь, потому что такой вопрос возникал. В спецификации там записано что-то буквально следующее, что определить там роли и, соответственно, те группы пользователей, которые могут быть заинтересованы в получении такого отчета. Значит, это сделано для того, чтобы, так сказать, в спецификации вам показать или обратить ваше внимание на то, что вот эти отчеты – это суть тех запросов, которые интересуют определенные группы пользователей. А это, в свою очередь, позволит вам, так сказать, рассматривать еще и ролевую модель. И в результате этих ролей вы сможете тогда, так сказать, ну, как-то анализировать и те средства, связанные с защитой данных, которые, так сказать, будут реализовываться, так сказать, в последнем задании. Вот. Только вот в этом смысле. Это хорошо сделать. То есть мы это будем просто приветствовать. Если такой, просто вот эти отчеты, которые, так сказать, там, сформулированы, да, опять повторюсь, на вербальном уровне, вы их проанализируете с точки зрения того, в интересах кого эти отчеты могут возникать. Вот. Ну и, соответственно, результаты выполнения этих запросов вы получаете, там, либо в текстовом формате, либо в CSV формате. Ну, соответственно, вот это, вот, общий ваш ответ, он, по сути, будет состоять из, ну, из вот этих трех частей. То есть у вас будет некая схема, назовем ее логической схемой базы данных, с текстовым пояснением, да, то есть вот с этими табличками. И вы это компонуете в файле, в виде, ну, то есть файла в PDF формате, ну и, соответственно, его загружаете в качестве ответа. Кроме этого, будет дамб базы данных, то есть, по сути, это скрипт на SQL, для того, чтобы можно было восстановить, при проверке восстановить вашу базу данных. Ну и, соответственно, дальше тексты, текст запроса и результат выполнения. То есть вот, вот этот, это то, что мы ожидаем в результате выполнения вот этого второго, по номеру, да, второго задания. Вот. Оно, в общем-то, достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно ясно, какой масштаб базы данных. Да, сразу давайте я буду отвечать на вопросы. Какой масштаб базы данных требуется? Ну, смотрите, сразу про масштаб. По большому счету, конечно, никаких, так сказать, требований там 10, 20, 50 таблиц, естественно, мы не ставим. Важно другое. Во-первых, значит, какой критерий с точки зрения выбора? Ну, во-первых, мне нужно увидеть, что вы понимаете, например, да, какие, скажем, там, справочники или там классификаторы вы используете, поскольку при проектировании информационных систем, это, так сказать, важный такой момент, да, то есть обратить внимание на, ну, так называемую нормативно-справочную информацию, то, как она будет представлена в схеме базы данных или в модели. Это первый момент, да. Второй момент, естественно, ну, количество, так сказать, там, таблиц должно быть таким, чтобы возможно было с одной стороны реализовать те, так сказать, там отчеты, которые от вас требуют, и б, поддерживать ту функциональность, которую, так сказать, ну, которая указана в самом кейсе. И есть третий момент, на самом деле, который связан с нормализацией. Вот, то есть это тоже, ну, необходимо учитывать, потому что в схеме будет, так сказать, ну, как-то из схемы вашей базы, то есть из той ER-диограммы, которую вы приведете, будет уже понятна, ну, степень нормализации. Если вы поясните необходимость, там, так сказать, вот того или иного количества, так сказать, таблиц, с учетом, вот, скажем, требований нормализации, но это только добавит положительных очков, что называется. Включать журнал авторизации пользователей. Нет, конечно, это, в этом, ну, надо, вот, в рамках этого задания в этом нет необходимости. Так, пожалуйста. Если нет больше вопросов по этой части, тогда, наверное, я, вы подумайте, можете, так сказать, в процессе еще задавать вопросы, а я передаю, а сейчас одну, вот еще какой-то, то есть при проектировании делать упор на доменную область, не отвлекаясь на обслуживающую инфраструктуру. Я не очень, не очень понимаю, что, что, что вы под этим подразумеваете обслуживающей инфраструктуре. Безусловно, когда вы говорите вообще про проектирование, безусловно, вопросы, связанные с инфраструктурой, если вы под этим подразумеваете, ну, так сказать, там, скажем, IT-ландшафт, да, или, так сказать, используемые вычислительные средства, безусловно, но это надо, надо иметь в виду. Но в данной ситуации, если вы, так сказать, там, еще раз, может быть, я не очень, так сказать, понял вашего вопроса, но, насколько я себе понимаю, то, о чем вы спрашиваете, скажем, допустим, допустим, если эта информационная система будет иметь, ну, такую вот гетерогенную структуру, там, территориально распределенную, разнородную, то вот мы на это типа внимания не обращаем, если я вас правильно понял. А если речь, повторите, требования про количество проектированных таблиц, А, Б, В, значит, еще раз повторяю, первое, никаких требований, ни в спецификации, ни в самом задании, относительно количества таблиц, нет и не будет. Это первое. Второе. Количество таблиц определяется не нашими требованиями, а необходимостью выделить в качестве, так сказать, бизнес-объектов. нормативно-справочную информацию, о которой я сказал, то есть справочники и классификаторы, это первое. Второе. Теми функциями, которые описаны в самом кейсе, то есть ваша схема и суть те таблицы, которые в этой схеме определили, должна позволять реализовывать те функции, о которых, требования к которым сформулированы в кейсе. Это второй момент. Третий момент. Безусловно, схема, ну и суть, так сказать, там количество и смысловое содержание этих таблиц должно позволять реализовывать собственно сам сам отчеты, которые сформулированы в задании. Ну и последнее, конечно, это суть того, как вы при проектировании учитываете, так сказать, там требования нормализации. Вот, вот собственно, это не, если вы это имели ввиду под А, Б, В, то я бы сказал это А, Б, В и Г. Использование MySQL принципиально, ну, во-первых, MySQL мы в самом задании не формулировали и, по-моему, спецификации такого нет. То есть, вот, SQLite, как я уже сказал, для нас это важно с точки зрения последующей проверки ваших решений. Вот это существенно. Что касаемо MySQL, нет, не принципиально. Нет больше вопросов. Ну, еще раз повторюсь, вы пока, так сказать, там, будет выступать мой коллега, можете там фиксировать себе вопросы и после окончания вот этого пятого задания, да, объяснения по пятому заданию мы можем опять вернуться к вопросу. Все, спасибо, я свою часть тогда закончил и передаю слово Александру Владимировичу моему тезке Сорокину. Александру Владимировичу, он, так сказать, расскажет уже о последнем задании. Да, добрый день, коллеги, меня слышно, просьба подтвердить. Я слышу, но и участники тоже. Да, благодарю. Так, 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 где моя презентация? Да, да, это она. Так, ага, всем добрый день, коллеги, я расскажу вам о, соответственно, пятом задании в треках и бакалавриата, и магистратуры, соответственно, как вы можете увидеть в демо-версии, пятое задание в бакалавриате, с него я начну, это фактически задание на построение модели нарушителя. Вот я специально здесь привел на слайде формулировку, в которой она была видна, точнее, это формулировка задания, которое должно быть, насколько я могу судить, в демо-версии, и здесь упоминается обратить внимание, соответственно, методика определения угроз безопасности информации Федеральной службы технического экспортного контроля России от 2015 года. Смотрите, здесь от вас требовалось определить ряд параметров нарушителя, а именно тип, вид, потенциал, мотивы и способ реализации угрозы. На что я хочу обратить ваше внимание. В нынешнем году задание осталось тем же по сути, но по форме оно изменилось. И это связано с тем, что в самом начале 2021 года, где-то, то есть ровно год назад, чуть больше первого числа февраля, вот эта вот упомянутая Федеральная служба опубликовала новый утвержденный вариант методики. поэтому в боевом задании вы встретите примерно вот такую формулировку. Соответственно, здесь у вас изменился документ, которым вам предлагается воспользоваться, и теперь вам ряд других параметров потребуется определить. Это вид, категории, уровень возможностей, возможные цели реализации угроза и возможные негативные последствия. По смыслу изменилось мало что. мы по-прежнему просим вас, ну, я, как автор именно данного задания, прошу вас оценить с точки зрения информационной безопасности тех лиц, которые у вас участвуют в бизнес-процессе, которые вы сформулировали в первом задании, вот как рассказал мой коллега Александр Олимпин. Соответственно, каких-то лиц вы выделите, это будут так, следующий слайд, пользователи, то есть, может быть, внешние лица, если они в рамках данного кейса должны будут быть упомянуты, клиенты, я имею в виду под пользователями удаленных каких-то лиц, которые через веб-интерфейс возможно взаимодействуют, ну, я пытался наиболее обобщенно это все описать, так чтобы не привязываться ни к какому конкретному кейсу, какой бы кейс ни был, вы увидите это в сам момент соответственно Олимпиады, это могут быть клиенты, то есть, лица, которые физически пришли на территорию организации, как-то взаимодействуют с ней, сотрудники, то есть, штатные пользователи системы, специалисты, ну, я выделил эту категорию, имея в виду каких-то привилегированных сотрудников, там, начальников отделов или наоборот, лиц, которые выполняют какие-то специфические функции, что-то согласовывают, что-то контролируют, там, еще какие-то действия осуществляют более сложные, нежели простое осуществление бизнес-операций, руководители различного уровня, начиная от начальников отделов, заканчивая, возможно, высшим руководством организации, соответственно, ваша задача все вот эти вот строки, скажем так, некой таблицы заполнить, в первую колоночку поставив вот этих вот лиц, назовите их так, как они у вас в бизнес-процессе названы, в том числе и для простоты проверки, и вам так будет проще описать, и дальше вам предлагается по документу, который у вас сформулирован, указан в задании, и заполнить вот эту таблицу. Что там могут быть за параметры? Смотрите, значит, в этом году предлагается вам ориентироваться на методику оценки угроз безопасности информации от 5 февраля 2021 года, это актуальная на данный момент версия. Что здесь? Вид нарушителя. У вас здесь табличка 6.1 на следующем слайде, она у меня есть, момент, собственно, нет, там все довольно просто, по таблице 6.1 вы выбираете подходящий. Будет совсем хорошо, если вы так или иначе укажете почему, то есть прокомментируете, в каких-то спорных, неоднозначных моментах, разумеется, это будет в вашу пользу, и, как сказал мой коллега, принесет дополнительные очки, то есть в случае спорных моментов, там, какие-то минимальные баллы 1-2 будут под вопросом, если вы объясните, почему именно так, то они ваши, если нет, то, наверное, нет. Далее, категория нарушителя. Если кто-то готовился по демо-версии, ознакомился с прошлой версией методики, это то же самое, что и тип, фактически внутренний или внешний нарушитель определяется на основе наличия прав в информационной системе, здесь ничего не изменилось, все достаточно просто. Вернусь еще к виду, список практически не изменился по сравнению с прошлым годом, добавились два новых вида. Это теперь поставщики услуг, там провайдеры, например, услуг подключения к сети интернет или еще каких-то услуг, облачных, может быть, вычислительных услуг. И, соответственно, поставщики программных, технических программно-аппаратных средств, они теперь внешний нарушитель, а разработчики аналогичных средств внутренний. Теперь стало несколько яснее. Далее, уровень возможностей. Это то, что раньше называлось потенциалом. Обратите внимание на то, что в новой версии их четыре, а не три. Соответственно, будьте внимательны здесь. Далее, возможные цели реализации угроз, то, что раньше называлось мотивом. Имеется аналогичная таблица, номер ее я вам указал, можете на нее посмотреть. Исходя из вида нарушителя, там есть набор целей реализации угроз, ваша задача выбрать ту, которая в наибольшей мере соответствует логике действий данного нарушителя логики деятельности организации. То есть, если, допустим, организация, не знаю, органов государственной власти, я совершенно для примера говорю и в основном отталкиваюсь от примера, который в самой методике разобран. Ну, наверное, получение финансовой выгоды или получение конкурентных преимуществ как мотив нарушителя здесь довольно сомнительный и вызывают вопросы, требуют дополнительного пояснения. Если же это как-то связано с ущербом государству, то, наоборот, все вполне логично и в дополнительных комментариях не нуждается с другой стороны или, можно сказать, аналогично, если вы говорите про какую-то коммерческую организацию в качестве бизнес-процесса рассматриваете банк, какую-нибудь компанию, наоборот, такой мотив как получение конкурентных преимуществ с точки зрения конкурентов это не требующий дополнительных пояснений и уточнений мотив, а наоборот, дестабилизация действий органов власти, что-то такое, ну, тут, конечно, надо объяснять, как это взаимосвязано, хотя я такой возможности не исключаю, если вы логично сможете это обосновать, то почему нет, все в ваших руках. И последняя, соответственно, колонка данной таблицы это возможные негативные последствия. Здесь чуть похитрее и сейчас покажу, как это предлагается заполнять. Смотрите, с возможными негативными последствиями у вас есть определенная свобода выбора и вот здесь будет очень хорошо, если все будет максимально объяснено и обосновано. Смотрите, с одной стороны есть таблица под названием, точнее, под номером 4.1, которая задает три вида ущерба и целый список возможных негативных последствий. Да, формально в методике говорится о том, что этот список может быть дополнен, это всего лишь типовые негативные последствия. Если вы хотите ввести какие-то свои собственные, никаких препятствий к этому нет, пожалуйста, это сделайте, укажите, к какому виду они относятся. Соответственно, после того, как вы определили и, собственно, сама методика рекомендует это сделать, я вам рекомендую это сделать, начать с того, чтобы определить для своего бизнес-процесса какие негативные последствия возможны. А после этого вам предлагается фактически заполнить на черновике, ее не требуется представлять в итоговой версии, но вот она должна быть сделана, и я, готовясь к проверке, такую же таблицу для себя заполню. Далее либо совпадет, либо я буду смотреть на ваши комментарии и объяснения логику. Есть таблица, которая увязывает вот эти виды нарушителей с их соответственно цели, с их целями, и вот те виды ущерба, которые вы выделили. То есть, если нарушитель стремится, допустим, нарушить функционирование государственного органа, дискредитировать деятельность органов государственной власти, то, соответственно, если вы предусмотрели ущерб дискредитации или дестабилизации деятельности органов государственной власти, это все пример из методики, то, соответственно, вы тем самым показываете, что такой вид нарушителя для вас актуален, и вы его рассматриваете. Понятно почему. Вот, соответственно, здесь покрупнее эти таблицы, вы можете на них посмотреть. Вот первое, три вида ущерба физическому лицу, юридическому лицу, либо государству. Ну, здесь, на мой взгляд, все довольно прозрачно, исходя из того, какого рода бизнес-процесс, какого рода организация у вас будет рассмотрена в кейсе. Ну, и не забудьте о том, что могут быть какие-то косвенно затрагиваемые виды риска ущерба и негативные последствия. Полноту, конечно же, тоже буду я оценивать и принимать в расчет. И вот, с другой стороны, это вторая таблица. Здесь виды увязаны так или иначе с одной стороны видами ущерба, которые вы определили, и с другой стороны с их возможными целями. Ну, то есть, вот, например, здесь у вас для двух видов нарушителей указано, какие возможные цели они преследуют. Смотрите, здесь вы как бы выбираете, что их цели соответствуют вот этому третьему виду ущерба, У-3 фактически. Значит, здесь у вас для спецслужб дискредитация и дестабилизация деятельности органов госвластия, для террористов, экстремистов. То же самое, ну, очень схожая дестабилизация деятельности органов госвластия. Это пример из методики, пример для государственной информационной системы разобран. У вас, соответственно, будет какая-то коммерческая организация. И, с другой стороны, у вас вот эти вот виды риска и ущерба, которые вы выделили. Если они логически соответствуют, вы говорите, что такой вид нарушителей для вас актуален. Смотрите, в чем здесь, ну, как бы логика, что ли, на мой взгляд, должна быть. Есть у вас, допустим, сотрудник. И, конечно, вы его можете рассматривать как, ну, действующего по целому ряду мотивов. То ли он может просто случайно действовать, потому что он плохо обучен, то ли он может действовать из собственных корыстных интересов. Может быть, там, он с кем-то повздорил и мстит за предыдущие действия. Все эти возможные цели вы увидите в методике. Соответственно, исходя из того, с каким видом ущерба вы хотите связать, вот, возможно, это и будет его мотив. Я имею в виду, что соблюдайте эту логику взаимосвязи. Если у вас, вы видите вид ущерба, там, не знаю, вот, нарушение функционирования госоргана, а мотив, соответственно, там, не знаю, желание самореализации. Ну, вот здесь надо объяснять. Если напрямую негативные последствия следуют из возможных целей нарушителя, то здесь, конечно, никаких дополнительных пояснений не требуется. И вот ваша задача как раз заключается в том, чтобы всех лиц, которые у вас участвуют в бизнес-процессе, по фактически этим видам разложить и рассказать, чего же от них можно ожидать. Это бакалаврская задача. Теперь мы переходим к задаче магистрской. Здесь она чуть более, скажем так, широкая. Ну, вот, надо с одной стороны рассмотреть другую часть той же сущности, то есть здесь уже угрозы, не источники угроз, не нарушители, а уже сами угрозы. А с другой стороны, нарушителей затронуть все равно придется, то есть можно сказать, что придется порассуждать чуть больше. На основании все той же самой методики раньше предлагалось вам построить модель угроз, и вот какие параметры заполнить. Это сейчас предыдущая версия. Значит, предлагалось по банку данных угроз безопасности информации, составленному той же самой федеральной службой, выбрать те угрозы, которые актуальны, как бы, или имеют место быть, на ваш взгляд, для данного объекта информатизации, или, как называется, объект, Александр Владимирович, как это по, скажем так, другой терминологии называется, вот по терминологии безопасности, да, или, соответственно, объект автоматизации, определить здесь нарушителя, его вид, дальше уязвимости, обуславливающие возможность реализации угрозы, способы реализации, их было всего шесть, объекты воздействия и последствия от реализации угрозы. В новой логике уязвимость – это теперь сущность, присущая как раз к угрозе, а не нарушителю, тем более их может быть несколько, как и способов реализации. Поэтому в новой версии формулировка практически не изменилась, а вот что мы от вас просим – это вот что. Угроза. Теперь вы можете использовать фактически любые базы угроз из открытых источников. Часть таких источников в самой методике перечислена, а вообще говоря, там написаны и другие. Если вы какой-то такой базой пользуетесь, знакомые, то можете использовать любую, но я прошу указывать обозначение и наименование по тому источнику, который вы использовали, и, соответственно, этот источник указывать. Дальше – нарушитель, его вид и категория. Ну и далее то, что добавляется нового – это возможные объекты воздействия и способы реализации. Теперь чуточку про них. А сами угрозы предлагается теперь описывать вот в таком виде. Вам не требуется этого делать, просто вот эту логику предлагается соблюдать. Нарушитель – источник, объекты воздействия, способы реализации и негативные последствия. Негативные последствия в данном случае я от вас не ожидаю. На примере все того же банка угроз, который создан в стек, я примерчик разберу. Вот здесь, например, берется угроза за номером 23. Угроза изменения компонентов информационной или автоматизированной системы. На самом деле, довольно широко данная угроза может подразумеваться. Если вы в описание зайдете, то увидите подробности. Вот как она формулируется. Это заключается в возможности получения нарушителем доступа к сети файлом внедрения закладок и тому подобного путем несанкционированного изменения состава программных или аппаратных средств информационной системы, что дает ему, конечно же, новые возможности. Здесь у вас есть источники угрозы, указан уровень фактически теперь возможностей и категория, говоря по новой актуальной терминологии. Будьте внимательны, здесь не все однозначно сохранилось между старой и новой. То есть банк все еще по старой терминологии и классификации заполнен, а ваша задача, соответственно, там, где надо это подправить. И здесь указан возможный объект, но в какой-то мере, как подсказку, это тоже можно использовать как объект. Соответственно, нарушитель, источник угрозы, то есть первая колоночка, это, собственно, и есть то лицо или группа лиц, которые у вас участвуют в бизнес-процессе, или посторонние. Смотрите, ваша задача здесь заполнить 10 строчек вот этой таблицы. Если не хватит тех, кто участвует в бизнес-процессе, добавляйте любых внешних. Там, хакеры, конкуренты, я не знаю, просто отдельные лица, там, криминальные структуры, вот кого вы сочтете, но, опять же, точно так же, как это было в бакалавриате, на вас тогда лежит ответственность за логику этого. Если вдруг у вас объект информатизации или объект автоматизации, это, там, не знаю, цветочный теоск, то, наверное, спецслужба иностранных государств это такой сомнительный вид нарушителя. Вот, подбирайте их логично или обосновывайте. То есть, как я предлагаю, чтобы вы действовали, вы определяете роль лица в бизнес-процессе и его вид согласно методике. А дальше на основе категории и уровня возможности, я вам чуть-чуть оговорился, вот категорию, то есть внутренний или внешний, и уровень возможностей, ну, это слуномоченное лицо, то это просто рядовой сотрудник, еще кто-то, вы как раз определяете его вид. Ну, и насколько это подготовленное лицо, если это внешний человек, соответственно, вы определяете его вид. И, наконец, последние несколько колонок, как вы заполняете объекты воздействия и способы реализации угрозы. Здесь есть вполне конкретный пример таблицы 10.1 в методике. Вот можете прям ее и взять за образец, на ней потренироваться. Вот здесь есть колонка «Доступные интерфейсы», она не является обязательной, в задании это не требуется. А вот объекты воздействия и способы реализации, можете посмотреть, какие они здесь бывают, какие-то подобные подходящие под логику бизнес-процесса использовать. Ну, фактически, в какой-то мере, вам вот эту табличку, ее колоночки заполнить и требуется. Вот она здесь чуть крупнее, то есть вид, здесь указан его уровень возможностей, категория, объект воздействия, тот или иной. Это уже конкретный компонент смоделированной вами системы. Вот его, пожалуйста, здесь укажите, чтобы можно было, исходя из ваших ответов на предыдущие задания, посмотреть, какую логику вы предполагаете, как это все, на ваш взгляд, должно функционировать. Ну и способы реализации, естественно. Как нарушитель, на ваш взгляд, может повредить той системе, которую вы смоделировали. И последнее очень важное. Я прошу дать краткое пояснение по каждой угрозе, объяснить, что это и почему вы считаете, что такая угроза для рассматриваемого процесса действительно реально и ее стоит рассматривать. А после того, как вы это сделаете, пожалуйста, упорядочьте их в порядке убывания степени возможного ущерба. То есть от самых опасных до, ну, скажем так, тех, которые можно не в первую очередь рассматривать. Ого. Так, ну, вроде как все. Для объяснения угроз, пожалуйста, опишите, кто и с какой целью мог бы это сделать. И в любом формате оцените уровень ущерба. Там, не знаю, высокий, средний, низкий, очень высокий, там, этот выше, этот ниже. Но, пожалуйста, объясните, почему. Чтобы можно было, взяв любую пару, которые у вас не на одном уровне стоят, понять, почему одну вы считаете более опасной, а другую менее. В общем-то, на этом у меня все. Вижу вопрос. Сейчас вы на него ответили. Но еще раз сфокусируйте в нему. Да, нужно угроза в таблице. Нет, вы можете заполнить таблицу так, как вам нравится, например, действуя по логике бизнес-процесса. Первый, ну, скажем, не знаю, пользователь приходит в банк оформлять кредит. Там четыре человека участвуют, помимо самого, не пользователя, а клиента. Четыре человека, так или иначе, какие-нибудь операторы, администраторы участвуют в обработке. Ну, вот вы по бизнес-процессу двигаетесь. Кто первый? Сам клиент. Кто второй? Оператор, который у него заявку принял. Кто третий? Какой-нибудь оператор кредитного отдела. Кто четвертый? Ну, какой-нибудь там администратор базы данных, которая хранит все кредитные истории локально. Ну, и вот вы четверых рассмотрели. Дальше можете просто расписать этот десяток угроз в произвольном виде, в виде там вектора 7, 5, 3, 1, не знаю, там, в любом порядке. Главное только укажите, что вот это упорядочно. Где стоит делать комментарии об основании для решения по тому или иному вопросу непосредственно в таблице или уже после. Смотрите, как вам нравится. На самом деле удобно, когда таблица компактная, там видно, что в ней написано, соответственно, сразу выделяются какие-то моменты, где хорошо бы прочитать пояснения, если они ниже есть, то их прочитать или выше. То есть вы можете перед таблицей какую-то общую логику прописать и в ней места, которые, на ваш взгляд, требуют пояснений затронуть. С другой стороны, если прямо в клеточке вы таким наглядным, компактным образом это пишете, тоже супер, тоже, на мой взгляд, отличное решение. То есть это остается за вами. Форма тут ни в коем случае не может главенствовать над содержанием. Если в любой форме вы корректно и логично все изложили, то никаких с моей стороны вопросов быть не может. Есть ли еще какие-то вопросы? Я буду рад на них ответить. Видимо, нет. Тогда я передаю слово. Да, есть. Да, форма изложения не важна. Я тогда передаю слово вам. Благодарю всех за внимание. И всем успехов на полуфинале. Да, ну вот у нас остается уже совсем мало времени до окончания этого нашего вебинара. Значит, я тоже благодарю всех участников и со стороны моих коллег, и в первую очередь вас, как будущих, возможно, победителей, ну а уж сейчас точно участников этой Олимпиады. И хотел бы еще раз обратить ваше внимание вот на такой момент, с чем мы уже сейчас, так сказать, мы, видимо, столкнулись и в прошлые годы. Момент вот какой. Об этом уже говорил Сергей Сласников. Но я еще раз хотел бы вам сказать. Имейте в виду, это Олимпиада. Там, где вы должны продемонстрировать свои, ну, не умение работать по шаблону и только это, а то, как вы рассуждаете, то, какими навыками вы владеете, то, как вы обосновываете, так сказать, свои решения. Более того, в зависимости от этого, на вот этой полуфинальной стадии, естественно, это повлечет, так сказать, те или иные оценки. А когда, а те из вас, кто выйдет в финальную часть, вы будете свои решения представлять уже, так сказать, ну, как это сказать, на таком вербальном уровне. То есть уже мы будем слушать вас. И это означает, что, вот, так сказать, то, что вы сделаете на вот этой стадии, насколько обоснованными и объяснимо логичными будут ваши решения, настолько, так сказать, вы будете успешно, так сказать, подготовитесь и к заключительной стадии. Поэтому, вот, не очень хорошо выглядит, когда, так сказать, из демонстрационного примера берутся вплоть до каких-то, так сказать, там элементов решения и, так сказать, вот таким, ну, простым копированием переносится в решение той задачи, которую вы реализуете сейчас. Вот, вот, хочу еще раз подчеркнуть, чтобы было, так сказать, здесь у нас было полное понимание. Все-таки это Олимпиада. Там, где, там, где не все, вот, объясни, то есть нет, нет вот такой прямой связи. Понимаете, вот, я увидел, в демонстрационном примере такого не было, а вот в, там, каком-то задании боевом что-то появилось. Такой связи нет и быть не может. Это Олимпиада, это соревнования. Правила объяснены, спецификации там сформулированы, ну, вот, собственно говоря, на них иногда интересен. Ну, и хотел бы вам уже в оконцовке всех еще раз поблагодарить и пожелать вам, естественно, успехов на вот этом полуфинальном этапе. Спасибо.